Компьютер. Роман, день добрый. Привет, Андрюх. Ты помнишь, что я участвую в радио «Деловая сарделька»? Да, «Деловая колбаса». Скоро будет первый прогон. Это будет подкаст, который вообще должен быть достаточно интересным и веселым. Поэтому, если кому интересно, следите за анонсами. Скоро это все будет. Будем мы с Андрюхом. Будут интересные спикеры. И будем даже слушать ваши звонки, принимать их в нашу импровизированную студию и объяснять вам, что делать можно, а что не очень. Отлично, отлично. Должна людям перспектива и движуха. А то на жаре они, так сказать, летом-летом, там туда-сюда, никому ничего не нужно. А мы как раз деловые такие пришли и раскачегарили все. Именно. Слушай, у тебя нет такого ощущения, что сейчас шарты люди наберут, а потом их вынесут вперед ногами. Шарты чего? Шарты по российским акциям. Да, есть, конечно. И на самом деле без шартов российские акции рынок и не может расти, собственно говоря, потому что некому его вверх толкать. Поэтому мне, как оптимисту и лангусту, сейчас очень выгодно, чтобы люди набирали шарты. Поэтому не стесняйтесь, набирайте. Главное, стопов не ставьте. И все будет хорошо. Хорошо. А какие у тебя позиции? Давай покритикуем, что ли, в порядке подготовки к радио. Ну, сначала хотел сказать, что у меня доллар, рубль, пара добила до 56. Вот, поэтому... Дави, 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 дави. Кейтеры. Может быть, еще упадет до 52 или даже до 45 и 4, но я по 56 закрыл шарты и открыл ланги, в котором сейчас я нахожусь. Ланги открыл в Баксе, в Сишке, в Юане. Ну и, в принципе, все. Стопы стоят под лоями, которые были. Собственно говоря, пробьем лои, закрепимся ниже, снова встанут в шорт и доедут до 52 и 45. Но по 45 я уже просто стратегически возьму, поскольку это уже даже для оптимиста меня и для любителей рубля, и не любителей доллара, даже для меня это в текущих условиях, это перебор полнейший. Ну, по доллару... У меня еще в портфеле в акциях затарены, ну, они давно затарены, еще с февраля, собственно говоря, этого года. Захеджированы пока фьючами на ММВБ и на РТС, но сегодня, пока я хеджи закрыл, пока даже открыл длинные позиции. Естественно, что не можем упробить зону 2.385 и 3.91 вверх, поэтому, может быть, сейчас еще одну волну вниз устроим. Надо будет снова попробовать шортики взять. Но вообще, я считаю, что ситуация вообще улучшилась достаточно радикально, и вот стоит только там чему-нибудь позитивному пукнуть или там из-за рубежа, или откуда-то там из наших ветвей власти, как все прям понесется и понесется наверх. Особенно порадовало и повеселило это признание министра финансов США Джанет Йерен, что они, возможно, поторопились с арестом российских ЗВР, и, возможно, так делать не надо. Удивительная мысль для министра финансов США, удивительная мысль для политика. Вот мне казалось, что сначала люди думают там в политике, а потом уже что-то делают, но нет. Тем не менее, мысль правильная, она приветствуется. Если вдруг нам реально что-то там разоблокируют, то даже несмотря на то, что санкции останутся неизменными, мы еще можем даже ужесточаться, все равно это будет достаточно неплохой позитив. Я пока, в общем-то, лонгить жду на 2,650, пойму бы, если не пройдем, то сдам, подожду еще раз ниже. А пройдем, значит, развернулись, значит, уже все, рост и новый исходим. Вот эта тема с геополитикой и продолжение специальной операции на Украине, она все меньше и меньше волнует участников рынка, так понял? Ну, скажем так, участников рынка, да, она волнует все меньше и меньше, я бы сказал, больше никого не волнует. Человек, в принципе, существо очень адаптивное, он очень быстро привыкает жить в негативных условиях, и более того, любой позитив, любой проблеск воспринимает так, как будто мы вернулись на докризисное состояние, и именно поэтому участвовать в подскоках на каком-то липовом позитиве очень смешно и забавно. Радует другое, радует, что теперь стали напрягаться, в общем-то, гиганты индустрии международных. Вот они стали обращать внимание на санкции, на спецоперацию гораздо больше уже, чем мы, поскольку уже очевидно, что по ним это бьет, ну, несколько сильнее, чем по нам. Ну, понятно. То есть ты не опровергаешь это, что меньше стали внимания обращать русские участники рынка? Да, ну, Андрюш, ты вспомнил. Первые санкции крымские, насколько быстро народ все забыл, насколько быстро мы после этого обновили исторические максимумы, при том, что по пути на исторические максимумы нам один за другим бросали под ноги пакеты с новыми санкциями. Ну, да, сейчас положение несколько хуже, скажем так, но с точки зрения истории, а в особенности с точки зрения экономики и финансов, поводы вообще не важны. Они могут быть какие угодно, от самых нелепых до самых ужасающих. Важно только одно – это волатильность, которая наступает в этот момент. Вот. А все и самое плохое, самое хорошее мы рано или поздно переживем. Человечество, оно не первые, скажем так, сотню тысяч лет на Земле существует, и какие-то там локальные месячковые кризисы спокойно переживет. – Давай поговорим по конкретным историям, кейсам. Наверное, звездные кейсы – это МТС и Газпром. – Ну, да, это люди, которые нам, точнее, организации, которые нам заплатили дивиденды. Это круто. Я считаю, хотя, на мой взгляд, если бы Газпрому вообще хоть, в принципе, какое-то право голоса дали, он бы сказал решительное хрен вам, как, в принципе, он и говорил на протяжении 10 или 15 лет. И сейчас не самая лучшая ситуация, которая была когда-то, когда он и не заплатил дивиденды. Но это очень важный политический шаг, это очень хорошая тряпка для российского фондового рынка. Поэтому, видимо, там взяли, рассчитались, посчитали в считалочку, кому водить. И вот выпало Газпрому и МТС. И вот теперь ими будут размахивать до скончания веков. Но остальные, по-другому, отказываются что-либо платить, что, в принципе, в общем-то, логично и так и надо. Я считаю, что отказ предприятий идти на поводу инвесторов и платить им дивиденды в достаточно сложные и кризисные времена, говорит о том, что у предприятия хороший собственник, и что его акции надо держать. Но, правда, других, кроме Газпрома, примеров идиотизма у меня нет. Поэтому не будем ничего говорить. Да, да, да. Не будем Газпром ругать. А то меня и так убрали с сайта, как аналитик, который расследует деятельность Газпрома. А так еще, может, пришлют кого-нибудь. Ну и нафиг. Какие акции еще подбирать? Скажу тебе честно, я что-то с МТС про… Вообще-то я не любитель акций. Вот пока идет специальная операция, я не буду их покупать. Но у меня есть Газпром. Я даже немножко улучшил капельочку среднее. А какие акции еще прикупить? Ну, на самом деле, акции сырьевых компаний – это, в принципе, единственное, что обгоняет, скажем так, инфляцию в подобные годы. Тем более, что инфляция, она и вызвана, собственно говоря, в большей части ростом цен именно на сырье и на энергетику. Телекомы с электроэнергетикой, они в эти годы вряд ли там как-то круто жируют. Хотя, с другой стороны, если будут большие заказы промышленные от нашего государства, я надеюсь, что они будут, иначе экономику мы не поднимем, то, собственно говоря, энергетикам что-то перепадет. Но они пленники, в общем-то, роста ставок, им не дают разбушеваться и разойтись. А МТС – это, в принципе, компания, у которой, скажем так, доходы в рублях, а расходы во многом, ну, раньше, по крайней мере, были в иностранной валюте. Но сейчас это как раз даже хорошо, может, поэтому МТС решила дивиденды заплатить. Но для меня и для многих инвесторов акции телекомыкционных компаний и некоторых энергетических были, в свое роде, квази-облигации, которые, в общем-то, были интересны, когда Центробан дает низкие ставки, которые совершенно неинтересны, когда Центробан дает высокие ставки, потому что эти компании не могут так же свободно повышать свои тарифы вслед за ростом ставки Центробанка. Соответственно, у них там какие-то будут не очень хорошие финансы. Ну, мне-то, по крайней мере, так кажется, поэтому я в росте этих секторов не участвую. Хотя, может быть, и зря. А так, стремные компании у меня в портфеле почти все. Некогда тобой любимые черные металлурги огорошили прям нокдаун негативными новостями на прошлой неделе, ну и сейчас тоже. Ну, я не думаю, что дела прям так серьезно обстоят. Потому что металлурги – это компании, которые всегда платят очень хорошие дивиденды и всегда были на счету у хороших инвесторов, за что их очень не любило государство и постоянно думало, как бы у них там что отжать. Поэтому металлурги, в свою очередь, научились мыть и притворяться, что у них все прям плохо-плохо-плохо. Если посмотреть на историю, они, в принципе, постоянно это делали, а потом платили все более высокие-высокие дивиденды. Я, ну, как бы, основной принцип, как поднять экономику в условиях таких, в которых мы сейчас находимся, это активно печатать деньги и активно давать заказы тяжелой промышленности. Грубо говоря, строить дороги и покупать металл. Как это делал в свое время Пиночет, как это делал в свое время… Это как его там… Ну, короче, вы поняли, что… И из Азии, вот, и все это кажется, в общем-то, позитивно. И на металлургу, да, на металлургу, может, там не будет у них какой-то сверхприбыли и так далее, но когда ситуация устаканится, я думаю, пойдут на уступки и наши органы власти, и металлурги там пытаются найти какой-то компромисс. Но в любом случае металлурги вряд ли прям так серьезно обеднеют. Да, у них, возможно, есть какие-то серьезные проблемы сейчас с логистикой и так далее. И со спросом, но я думаю, что какое-то время все-таки мировая экономика сохранит, но если не темпы роста, то, по крайней мере, темпы стояния на месте, а это уже достаточно хорошие заказы для промышленности, для наших металлургов. А если уже и государство наше сюда подключится, так это вообще звездные годы, можно сказать. Поэтому я сильно не переживаю, технические металлурги еще могут немножко припадать. Это я давно уже предупреждал, но, в принципе, ничего страшного. Много разговоров сейчас идет насчет заморозки активов на СПБ-бирже. Люди пишут, что же ЦБ так подло повел, и брокеры нас не предупредили. Я, честно говоря, не торгую на СПБ-бирже. И более того, я много раз говорил и в открытых СМИ, и в лицо самой СПБ-биржи, что это какая-то хрень полная торговать иностранными акциями в России, да еще что-то непонятно на чем. Да простит меня СПБ-биржи, хотя мне кофе, на самом деле. Ну, за что боролись, на то и наборолись, собственно говоря. Ничего удивительного в этом нет. Человек, который хочет участвовать в каком-то мертворожденном спектакле, должен понимать, что деньги за него могут не вернуть, а спектакль закончится раньше времени. Как ты считаешь, будет какой-то просвет на фронтах этой операции? Либо это мы должны просто, как ты говоришь, человек ко всему привыкает, и мы должны постоянно читать вот эти вот новости с фронта? На самом деле большинство русских людей вообще не осознают тот факт, что идут какие-то боевые действия, поскольку они идут не на территории Российской Федерации, более-менее вкуривают, что происходит там жители, может, Белгородской области или еще каких-то городов, которые близко довольны, и которым иногда прилетает. Если человек не участвует в войне сам, для него это что-то очень далекое, непонятное, и, в принципе, он не сильно за это переживает. Естественно, есть определенная категория граждан, которым надо обязательно выразить свое мнение, вот они за тема ухватились, и сейчас идет новая баталика, вирусологи превратились теперь в военных, и идет новая волна какого-то диванного срача, но, к сожалению, общество устроено так, и, в общем-то, проникновенная информация устроена так, что теперь это, видимо, будет очень и очень долго, если не всегда. Ну, если только кто-то умный не придет к власти в мире и не запретит соцсети. Роман, большое спасибо за интересное интервью. Я рад, что ты не теряешь оптимизма, и рад, что наше радио будет жить. Спасибо, Андрюх. Я тоже думаю, что все будет круто, и приглашаю всех последить, ну, хотя бы разочек послушать, посмотреть. Все-таки для вас стараемся, в конце концов.